Всем здравствуйте! Покажу вам ещё одну мою идею. Для этого нам нужно раскатать 9 лепёшечек, вот таких, смазать растительным маслом, я уже смазала, верхнюю не смазывать, затем разрезать, это я потом покажу. Начинка у меня будет, вот я уже начала, тесто раскатала, положила толченую картошку, слой, наверх положила лакс, это такая красная рыба, копчёная и наверх выложу ещё слой картошки и потом ещё один слой рыбы. Картошку я взяла из пакетиков, хлопья завариваются, мне эта картошка больше нравится и наверх ещё один слой рыбы сделаем. Теперь будем делать узор. Сюда наверх я ещё сделаю сеточку, многие на классиках спрашивают, как делать сеточку, тесто не прорезает, у меня тоже немножко есть проблемы, но пока справляюсь. вот так нажимаю и потом растягиваю, они тоже у меня не все раскрываются, потом можно ножом вот так вот растягивать сильно не нужно. Если у вас начинка из джема или варенья, её вообще нужно очень слабенько растягивать, потому что она видимо от жидкости рвёт эту сеточку. Когда я буду перекладывать, она ещё растянется. Сейчас я её перенесу в наш пирог и переношу я её тоже руками. Всё лишнее я потом заправлю или отрежу. Балик опускайте в муку, тогда может быть она лучше прорезает. Вот так, это я всё заправлю сюда или возьму отрежу. И наверх сейчас мы будем делать ещё узор. Вот так у нас должно получиться, подправить всё. И теперь будем делать узор. Теперь будем делать наш узор. Вот наши лепёшки все присмазанные, я их разрезаю наполовину, беру вот эти три стороны, вот так вот кладу и нажимаю палочкой. Палочки должны быть всегда круглые. Так нажимаем, вот эти немножко растягиваем и просто перекручиваем и вот так будем складывать наш узор. Должно быть 6 таких. Складываем все три. Нажимаем палочкой, вот эти растягиваем и просто перекручиваем. И потом мы их будем вот так немножко загибать, чтобы они у нас такие круглые были. Опять разрезаем, кладём наверх, сгибаем, нажимаем, вот это растягиваем и скручиваем в противоположную сторону, навстречу вот так. Вот так вот будем такой цветок складывать. Снова все три слоя наверх, загибаем, эти чуть-чуть растягиваем и навстречу. Вот так мы их выложим на пирог и немножко вот так наклонять их, как-то типа веера. Так мы их складем сейчас на пироги. Такая вот вертушка у нас, узор из такой вертушки. Тут, чтобы слои, конечно, чтобы все видны были, это очень важно. И так будем их складывать на наш пирог. Форму, конечно, лучше больше брать. У меня сегодня форма очень маленькая, поэтому у нас сейчас весь узор закроет нашу сеточку. Тут, если слои плохо видно, подправьте. Вот так вот. Такая вертушка у нас должна получиться. Вот такой вот узор у нас должен получиться наверху. Поставлю на расстойку минут 20 и в духовке буду печь. У меня тут начинка уже вся готовая. Нужно только смотреть, чтобы тесто пропеклось. Вот такой пирог у нас получился. Вот такой вот узор у нас сверху. Его нужно делать чуть-чуть больше, чтобы вот эту сеточку было вокруг видно. Тогда он ещё симпатичнее будет. Если вам понравилось, пеките на здоровье. Если хотите видеть продолжение моих идей, не только моих, подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok